Всем привет! В общем, скоро сентябрь, и пока все нормальные мамы ходят по магазинам в поисках канцтоваров для школьников и всяких школьных атрибутов, я покупаю, как вы думаете, что? В общем, елочные игрушки. Ну потому что, а что поделаешь? Тут распродажа, там скидки 50%, здесь выход новых игрушек, куда деваться? Я же не могу это все пропустить, поэтому у нас сейчас будет снова распаковка. Я вам покажу офигенного, самого идеального чебурахина, которого взяла на распродажу, ну вы помните, да, девочки, распродажи, наше все. К нему самого лучшего гену, просто идеальный не придумаешь, на мой скромный взгляд. Немножко камозии, сосульки камозии очень классные, давно их ждала, приехали аж из Праги, представляете, как так? У нас все закрыто и вдруг посылка из Праги, представляете, вот это вот номер. И офигенные классные матрешечки, новую мою коллекцию, честно говоря, матрешек никогда не собирала, но эти просто попали в самое сердечко. Ну и арельки, естественно, куда уж без них. Ну что, давайте смотреть. Как я и говорила, в этот раз мне удалось купить чудесного чебурашку. Покупала в магазине Гифт Арча. На него никогда, никогда и никогда не бывает скидок. Там бывают разные акции, но скидок именно на этого чебурашку не бывает. И когда я уже отчаялась и купила его за полную стоимость, как вы думаете, какая акция там появилась? Конечно же, на чебурашку. Но я написала Равилю, это владелец этого магазина, и сказала, ну так грустно покупать его за полную стоимость, когда все покупают с 50% скидкой, правда ведь? Поэтому он пошел мне навстречу и продал мне его тоже со скидкой 50%. Вот такая вот классная история. Сама от себя не ожидала. Так, ну и мой идеальный Гена. Я его покупала в том году, вы же помните, что в идеале храниться игрушки должны не в таких вот... как это у нас, в поролонах называются, а желательно в бумаге и еще в салфеточке. Поэтому, если у вас игрушки хранятся в поролонах, срочно их перекладывайте. Вот такой Гена, он от Atlas Art. Для меня он просто идеален к вот этому чебурашке. Ну, они самые интересные представители из своих видов. Что мне больше всего нравится, конечно, вот в этом чебурашке, то, что он на стекле. Гена здесь на металле, но ладно, зато он классный, несет тортик. Такой с акваяжем и с кругом. Вот. Как будто из того момента, Гена, давай ты понесешь чемодан, я понесу чемодан, а ты понесешь меня. Вот. Всегда очень нравился этот момент. Вот такой Гена. И здесь такая классная шапокляк. Очень классная, смотрите. Какой классный короб. Здесь билетики и шапокляк. Надеюсь, вам видно. Вот такое вот у меня приобретение. Дальше. Смотрим, что еще. Конечно, классно то, что они все находятся в таких красивых боксах. Куда их, правда, ставить уже непонятно. А мы переходим к матрешкам. Да, вот так вот неожиданно. У меня появилось две новые матрешечки. Смотрите, какая красоточка. Вот такая вот красотка, хозяйка Медной горы. Я уже говорила и признавалась в любви к этой сказке. Это сказ Божова. И, естественно, когда я увидела эту матрешку, я поняла, что она мне нужна просто. Очень красивая. Очень такая легонькая. Лицо мне нравится, как расписано. Оно такое, знаете, как в стиле иконописи немножечко. Глаза такие грустные. Хотя странно, хозяйка, она, в общем-то, не грустная была. Но красиво. И вторая матрешечка из этой же коллекции. Сейчас все покажу. От этого же производителя вот такая вот девочка с куличом, с вербой. Мне, честно говоря, вот эта вот косыночка ее очень напоминает галстук. Красный галстук. Я никогда не носила, но мне почему-то эта девчонка вот прям очень напоминает. Представляете, красный галстук и яички с вербочкой. Такое вот сочетание. Она тоже очень красивая, легкая девочка-блондиночка с голубыми глазками. Смотрите, какие они хорошенькие. Вот такие девчоночки будут висеть на елочке. Ну что, дальше смотрим. А у меня для вас на этот раз вот такой вот викинг от Old Room. Смотрите, какой красивый. Я очень люблю тему викингов. Сериал «Новый викинг» не смотрела. Но у меня есть на елочке и молот Тора, и Дракар, и что-то еще у меня было на эту тему. И теперь вот появился такой целый настоящий викинг. Думала даже на перероспись его взять, хотя, может быть, в этом году он так повисит. Дальше. Показываю дальше. Ну, давайте посмотрим Ариэлик. Пришли ко мне две змеюки. Это символ нашего 25-го года. И Ариэль выпустила вот такую снегурочку, змейку. И... Эй, мне не хочется цепляться. И змейку Деда Мороза. Вот такие вот змеечки. Достаточно миленькие, маленькие, аккуратненькие. Ариэль выпускает символ года каждый раз. И каждый раз это очень милые игрушечки. Эти были еще достаточно бюджетные. В целом. Вот такие вот символы. Единственный момент, мне не очень нравится, потому что подписан год. Но я вообще не люблю игрушки, где есть какая-либо дата, привязка к дате. Вот. Ой, у меня собака кашляет. Вот такие вот красивые змееныши будут у меня на елочке висеть. Расскажите, как у вас обстоят дела с эрильками? Успеваете ловить? Или как? Еще одна моя игрушечка, которую я очень хотела. Это комозия. Девочка с собачкой. Вот такая вот красивая. Это перевыпуск. Вот такая вот девчоночка с огромной собакой. На стекле. Как я уже говорила, я фанатка. Смотрите, какая классная. Она тоже выполнена по открытке. Я потом, если найду, прикреплю фото этой открытки. Видео. Стоит она на книжке. И почти ростом собаку, почти дотягивается. И собака мне такая очень нравится. Это моя мечта детства. То ли Синбернард, то ли московская сторожевая какая-то из них. Люблю больших собак, а себе завела маленькую. Вот так. Лицо у девочки очень красивое. Прям очень красивые голубые глазки. Еще одна игрушечка. Это вот такой вот Дед Мороз со Снегурочкой. Очень красивая игрушка. Очень добрая. Смотрите, Дед Мороз поднимает на руках свою внучку Снегурочку. Здесь она прям девочка-девочка. Вот прям видно, что внучка. И она ловит снежинку. Видно, что у нее там в руках снежинка. Вот такая вот красивая игрушка. Это тоже комозия. И я ее взяла с большой-большой скидкой. Я ее, наверное, отдам на перероспись. Или, может быть, перераспишу сама. Пока не решила. Потому что мне хочется как-то больше деталей. Хочется расписать шубу Деду Морозу. Сделать Снегурочку такую более нарядную. Поэтому до них, я думаю, тоже дойдет дело. Но форма сама мне очень нравится. Вот для меня это прям каноничный Дед Мороз со своей внучкой. Прям идеально. И на десерт покажу вам то, что я долго мечтала и долго ждала. Та-дам! Я думаю, те, кто о себе эти игрушки давно уже догадались, по этому ларцу. Купила то, о чем мечтала. Я много о чем мечтаю. Но это набор сосулек. Снежная королева. Производство Камозия. Этот набор очень старый. Это еще старая роспись. Потому что сейчас уже он выпускается в чуть другой росписи. Ой, как я боюсь вытаскивать из этого паролона. Смотрите. Вот такая здесь снежная королева. Это сосулька. Поэтому у нее такая интересная форма. Это сосулька снежная королева. И она держит края. У нее, смотрите, видите, какая шуба. Сейчас уже в росписи шубу такую не делают. Там она попроще. А здесь она вся расписная, красивая. Если получится, я хочу переписать лицо, потому что у нее здесь какая-то вуаль по задумке. Но я хочу переписать ей лицо. Сделать более холодное королевское лицо. Вот такая вот снежная королева. Замок. Это тоже сосулька, как вы поняли. Они все на вот таких вот интересных подвесах. Вот такой вот красивый, изящный замок с башенками. В некоторых местах я вижу здесь клей чуть-чуть пожелтел. Но это не проблема. Это все решается реставрацией. Но тоже такого замка уже не найти. Я хотела именно в этой росписи. Вот такой вот красивый замок. Представляете, как он классно будет на елке смотреться. Такая длинная сосулька. И моя любимица это Герда на олени. Вообще Герду выпустила в этом году шикарную Герду, на мой взгляд. Выпустила Ирена. И я ее тоже хочу взять. Но в идеале взять ее со скидкой. Потому что я ее хочу отдать на перероспись. Но у нее она тоже очень шикарная. Достойненько они сделали форму. И здесь вот эта вот девочка Герда на олени. Тоже в виде сосульки. Ну, красота же. Будем вешать на елочку обязательно в этом году. И немножечко, минутка, хотела сказать сплетен. Но нет, елочно-игрушечных новостей. Как вы думаете, сколько может стоить авторская игрушка? Игрушка авторская, расписанная художником. Есть догадки? Расскажу сейчас спойлер. Недавно прошел аукцион. Я тоже в нем участвовала. Но, конечно, моя ставка, к сожалению, не сыграла. Потому что игрушка ушла за 505 тысяч. Это полмиллиона рублей. Игрушка. Представляете? Елочная игрушка. Стеклянная. Обалденная. Где-нибудь здесь прикреплю видео, как она выглядит. Роскошная. С шикарной росписью. Что меня особенно радует? Деньги пошли художнику. Ну, так говорят. Вот. Потому что я знаю лично художницу. Она офигенная. С потрясающей энергетикой. Талант чистой воды. И, конечно, мне очень сложно порадоваться за новую владельцу игрушки. Мы, конечно, радуемся за нее. Но, как говорится, не от всего сердца. А вот за художницу радуемся просто от всего огромного нашего сердечка. Вот так вот игрушки могут стоить. Ну, а я пойду поглажу свою игрушечку, которая лежит у меня в шкафу от этой же художницы. Всплакну и поглажу ее. Спасибо, что посмотрели это видео. Мне было очень приятно. Мне очень приятно слышать обратную связь от вас. То, что вам нравятся игрушечки. И вы тоже коллекционируете и с радостью смотрите. Буду благодарна вашим лайкам, вашим сообщениям, что у вас есть в коллекции. Может быть, что-то уже себе купили. Может быть, только мечтаете. Рассказывайте. Буду рада слышать вас снова. Пока-пока.